МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ новости. В студии Гульмира Тимиргалеева. Сумбоперевод обеспечивает Мараджи Мабеков. В начале выпуска коротко о главном. В первых рядах в Алматинской области появится крупнейший в стране цементный завод. Для рекордного урожая свыше 1200 единиц спецтехники приобретено для аграрии в ЖТСУ. 5 тысяч мегаватт в год. В Алматинской области запущена новая солнечная электростанция. В Алматинской области карантин будет ужесточен. Хотя регион на 16-й позиции в республике по заболеваемости вирус не дремлет, говорят участники областного штаба. По 60, а то и 100 тысяч новых заражений коронавирусом фиксируются в сутки в США и странах Европы. Около 14 тысяч на сегодня зарегистрировано в соседней России. Цифры пугающие. Несколько городов и поселков на карантин закрывают и в нашей стране. В североказахстанской, в восточноказахстанской областях с сегодняшнего дня усиливают карантинные меры в Мангистау. Алматинская область на 16-й позиции по республике по распространению вируса. Однако это не повод расслабляться, считает руководитель областного штаба, первый заместитель Акима Алматинской области Лязат Турлашев. В ходе видеоконференции с Акимами регионов и руководителями управлений он поставил задачу не дать вирусу большого распространения, как это было в период первой волны, максимально обезопасить население. Распространение коронавируса ещё не прекратилось. Необходимо уделить большое внимание вакцинации, потенциально контактным проводить лабораторное ПЦР-тестирование, усилить работу мониторинговых групп. И не только в торговых точках и заведениях общепита, но и в городском транспорте. Учитывая, что в Алматинской области проходит государственная граница, ужесточить контроль и санитарные требования в приграничных районах. Алматинская область ко второй волне полностью готова. Но, как известно, болезнь легче предотвратить. Потому профилактике особое внимание. В ближайшее время в регионе будет ужесточён карантин, ограничат работу непродуктовых торговых точек и общественного транспорта в выходные дни. Особое внимание руководитель штаба поручил уделить безопасности самих врачей. «Мы имеем опыт работы по первой волне и не должны допускать заражения медперсонала. Если это имеет место, будет рассматриваться комиссионно и признаваться халатностью. У нас уже есть современная модульная инфекционная больница, да и все другие оснащены всем необходимым. Есть возможность разделения на красную и зелёную зоны. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Оплата должна быть соответствующей. И те, кто работают в красной зоне, ни в коем случае не должны контактировать с родными и близкими. Им нужно обеспечить условия проживания в изоляции от семей». Немаловажным вопросом обсуждения штаба стала и реализация дорожной карты занятости. 11 объектов, строящихся и ремонтирующихся в рамках программы, отстают от графика. К примеру, в средней школе имени Рустембекова из Кельдинского района объём выполненных работ на планке в 30%. В детском саду в Буралдае и Лийского района на 40%. В школе Абая в Талдыкургане на 29%. Кроме того, имело место нарушение норм госпрограммы. Проект в нарушение несколько районов сделали, отремонтировали туалеты, запихали в ДКЗ. Туржанов сказал, что это не поддержит, меняться количество не будет, останется на том же уровне 1051. А те, кто нарушил, будут нести ответственность отдельно. Таким образом, в Алматинской области 1051 объект вошёл в госпрограмму, 621 из них полностью завершены. За вклад в межконфессиональное согласие чествовали представители духовенства. Форум религиоведов в рамках Дня духовного согласия проходит третий год подряд. Сегодня в Казахстане проживают представители 18 конфессий. Так, над укреплением межконфессионального и межэтнического мира и согласия в области ведётся активная работа. В целях повышения знаний граждан в сфере религии действуют информационно-пропагандистские группы, а для нуждающихся в консультации и решении проблем – телефон доверия. Также Управление по делам религии области ведёт тесное сотрудничество как с циологами и религиоведами страны, так и учебными заведениями региона. От имени главы края заместитель Акима области Рустам Али отметил священнослужителей благодарственными письмами и памятными подарками. Наверное, это единственный праздник вообще в мире, День Духовного Согласия. Придуман этот праздник, как мы с вами знаем, уважаемым Ельбасы, нашим первым президентом, лидером нации, Нурсатаном Абишичем Назарбаевым. Этот праздник подталкивает нас на согласие, на братское взаимоотношение, на братскую любовь даже, можно так сказать. Аграриям в помощь. Два новых сервисно-заготовительных центра в скором времени появятся в Алматинской области. Расположатся они в Уйгурском районе и Талдыкургане. Один из них создадут для поддержки и развития кукурузной отрасли, а вот центр в Талдыкургане будет функционировать в плодо-овощном направлении. Год назад аграрий Айдын-Дюсимбинов вместе с одиномышленниками создал сервисно-заготовительный центр. Его направление – развитие отрасли сахарной свеклы. Учреждение центра открыло для крестьянина и коллег по цеху множество возможностей. В частности, благодаря выгодному финансовому лизингу мужчина смог приобрести современную спецтехнику, произведенную мировыми заводами-изготовителями. Уборка у нас идет как по маслу. За счет этого техники мы сейчас убираем сахарную стеклу. Если бы этого техники не было, мы бы сахарную стеклу не сели. Своими средствами нам было бы очень тяжело купить этот комбайн дорогостоящий. Не только комбайн, так и мы 15 сельхозтехники набрали через СССР. Конечно, благодаря СССР и создавшей через СССР, который мы получили в ОСП Кажетцу, мы только плюсы видим. И на 10 лет аренду маленькими полтора процентами еще два года каникулы дают. Это когда некоторые люди, некоторые страны, когда мы ездили, говорили такие проценты, они падали на бочок. Мы думаем, мы очень, наше государство поддержка большая, мы рады, что нас так поддерживают. Также мы хотели бы сказать благодарность нашему областному Акиму за такую поддержку. Вместе с тем, большая поддержка в Алматинской области уделяется не только по линии развития сахарной свеклы, но и ряда других культур. Через СПК ЖТСУ также созданы сервисно-заготовительные центры по направлениям корма, кукуруза, овощи, зерновые и рис. По словам агрария, благодаря функционированию сервисно-заготовительных центров работать в сфере сельского хозяйства стало гораздо легче. Уборка полей проводится значительно оперативней, а урожай вырос в разы. Вся техника высокого европейского качества, благодаря высокой производительности, мы получаем хороший урожай. Всё автоматизировано, соответствует мировым стандартам. Благодаря этому мы увеличили пассивную площадь и собираем 40 центнеров с гектара. Выражаем благодарность руководству области за поддержку аграриев. На сегодняшний день в Алматинской области создан 51 сервисно-заготовительный центр. Шесть из них открылись в этом году. Всего через СПК ЖТСУ аграриями области приобретено и передано более 1200 единиц спецтехники. Сегодня сельхозпроизводители пользуются самой суперсовременной техникой, которая в несколько раз оптимизировалась расходы и снизила убитки аграриев. Спецтехника закупается у таких мировых заводов производителей, как Класс, Дойцфар, Джон Дир, Франц Кляйн, Ростельмаш, Минский завод и другие. Проект создания сервисно-заготовительных центров реализуется через СПК ЖТСУ по поручению Акима Алматинской области. Он направлен на повышение эффективности развития агропромышленного комплекса, кооперацию сельхозтоваропроизводителей, обновление машино-тракторного парка, оказание производственных услуг сельхозтоваропроизводителям области и создание новых рабочих мест. Строительный бум. Сразу 106 проектов реализуются в Кирблакском районе, в их числе спортивные площадки, стадионы, школы и другие объекты. Большинство из них по программам «Дорожная карта занятости» и «Аул Ель-Бесыга». Самый крупный из них посетила наша съёмочная группа в ходе пресс-тура с представителями СМИ и Управлением внутренней политики Алматинской области. Строительство школы в селе Сар-Бастау – долгожданное событие для местных жителей. Построенная ещё 40 лет назад, школа требовала капремонта. До недавних пор детям приходилось обучаться в старых и сырых помещениях. Сельчане долгие годы просили руководство района отремонтировать образовательное учреждение. Их просьбы были услышаны. 467 миллионов тенге на эти цели выделили по дорожной карте занятости. Новая школа рассчитана на 640 мест. Здесь получают знания 150 учеников. Школьники с 1 по 4 класс обучаются в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Материально-техническая база полностью обновлена. В школу протянули интернет. Школа была очень старая. Учиться в ней было практически невозможно. Однако теперь этой проблемы больше нет. Мы с дрожью будем вспоминать те дни. Надеемся, что теперь качество образования вырастет ещё больше. Так как теперь ни о чём, кроме учёбы, дети думать не будут. Ещё одним радостным событием для жителей села стало открытие спортивной площадки. Она раскинулась на шестицах квадратных метрах. На строительство объекта в рамках программы выделено 7,5 миллионов тенге. Здесь местная молодёжь может заниматься футболом и волейболом. В торжественном открытии приняли участие руководство района и жители. Мы очень рады открытию спортивной площадки. Раньше играли буквально в пыли и грязи. Но, несмотря на это, всегда получали призовые места по футболу. Событие для нас очень долгожданное. Теперь будем готовиться к различным первенствам на новом газоне. Спасибо большое нашему Акиму Махабату Бигельдиеву за такой подарок. Тем временем в райцентре идёт строительство нового парка по программе «Аул Ельбесыгэ». Судя по экскизам, проект обещает стать грандиозным. Клумбы, различные инсталляции, фонтан, скамейки. Новый парк будет сдан в эксплуатацию уже в следующем году. Метные жители с нетерпением ждут открытия. В том числе и обновление районного дома культуры. Его капитальный ремонт также пройдёт в рамках программы «Аул Ельбесыгэ». Старая крыша протекала, что часто являлась причиной неоднократного замыкания электропроводки. По словам Акима района Махабата Бигельдиева, будет полностью изменён внешний облик строения. Новые стулья, декорации, освещение и акустика придадут Дому культуры шарм, уверен он. «Огромная работа проводится у нас в районе. И в сельском хозяйстве, в социально-экономическом плане у нас хорошие показатели. Активно реализуем проекты по дорожной карте занятости. 56 проектов планируем реализовать на общую сумму 3 миллиарда 500 миллионов тенге. У нас будет создано порядка 350 рабочих мест». Уже в этом году состоится открытие крупнейшего в стране цементного завода. Этот объединённый проект Казахстана и Сингапура будет реализован на территории Алматинской области в Керблагском районе. На его реализацию потрачено порядка 50 миллиардов тенге. Техника соответствует мировым стандартам. Благодаря внедрению передовых технологий вся система управления автоматизирована. Человеческий фактор отсутствует. Благодаря открытию производства здесь будет трудоустроено около 400 местных жителей. «На данный момент сейчас производятся опытные образцы цемента в сутки от 500 до 600 тонн. Человеческие новшества практически мы не засоряем, ни территорию не будут засоряться, и эти выхлопы с печи минимальные выбросы. Даже если у нас сейчас пока ещё газ не пришёл в район, в смысле пришёл только реализовывается, от жилого сектора больше идёт вреда и дыма, чем буквы от этого завода. Тут совсем минимальное количество». По словам ответственных лиц, новый завод способен покрыть потребность цементе Алматы и Алматинской области на 30-35%. Объект уже полностью готов и ждёт сдачи в эксплуатацию. В целом, в Керблагском районе проводится огромная работа, отметили члены пресс-тура. Теперь участники намерены посетить Балхарский район. Дамир Анидов, Ержан Десен, Телеканал ЖИЦУ. Да будет свет. Ещё одна солнечная электростанция мощностью в 3 мегаватт введена в эксплуатацию в Капшагае. За год она сможет производить порядка 5000 мегаватт электроэнергии. Какие инвестиции были привлечены в реализацию проекта, узнаем из материалов сюжета. «Технобазальт» – дочерняя организация крупнейшей российской энергетической компании «Хеол Казахстан». В апреле этого года её было начато строительство солнечной электростанции под Капшагаем. Для этих целей приобрели 10 гектаров земли. В реализацию проекта вложили более 1 миллиарда тенге. По плану было установлено свыше 8 тысяч солнечных батарей. Каждая из них способна выдать до 375 ватт в день. При таком объёме за один год электростанция способна вырабатывать до 5000 мегаватт электроэнергии. «В Алматинской области есть спрос на солнечные электростанции. Поэтому мы изъявили желание участвовать в аукционе. Нас также заинтересовали тарифы на электроэнергию. Мощность этой станции – 3 мегаватта. Она уже месяц работает. Энергия подаётся через компанию «Аватао-Жарык». При таких темпах затраты окупятся за 4 года, заявляют представители компании. К тому же, благодаря реализации проекта, на постоянную работу трудоустроены около 10 местных жителей. Наряду с Капшагайской гидроэлектростанцией, в регионе также действуют 12 солнечных и ветряных электростанций. Они поставляют электроэнергию в южный регион области и город Алматы по приемлемым ценам. «В общем, суммарная выработка электростанций составляет более 450 мегаватт электроэнергии. Их общая годовая мощность составляет 1,4 киловатт часа электроэнергии». Отметим, компания «Технобазальт» уже ведёт строительство второй такой солнечной электростанции близко Пшагая. Со следующего месяца она начнёт производить электроэнергию мощностью 4 мегаватта в сутки. В многоэтажном доме в Нур-Султане произошёл пожар. Очевидцы сообщили, что по улице 40-11 виден дым с балкона многоэтажки. На место выехали 20 сотрудников пожарной службы. По прибытию было установлено, что на седьмом этаже горели домашние вещи и оконные рамы на площади 10 квадратных метров, а также пострадал балкон восьмого этажа. Жильцы дома эвакуировали самостоятельно. Пожар был ликвидирован в 9.48. Один из пожарных спас четырёх человек, трое из них дети. Жертв нет. Спасённые доставлены в городскую и детскую больницы с отравлением лёгкой степени. Причина пожара выясняется. 79 казахстанцев с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии. 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает Хабар-24. За последние сутки коронавирус подтвердился ещё у 83 казахстанцев. Пять человек, к сожалению, не справились с тяжёлым недугом. Всего, по данным Минздрава, общее число инфицированных превысило 108 тысяч. Пневмония с признаками COVID за сутки подтверждена у 321 человека. Между тем, сегодня глава Минздрава заявил, что уже в ноябре-декабре у переболевших ранее COVID-19 не останется антител. Поэтому есть большой риск заболеть коронавирусом повторно. Однако, по информации Алексея Цоя, повторных случаев заражения в Казахстане пока не выявлено. Он напомнил, что вакцина ещё не разработана, поэтому населению необходимо строго соблюдать карантинные меры, носить маски и не забывать о социальной дистанции. Испытания казахстанской вакцины намерены закончить до конца апреля 2021 года. В Минздраве заявили, что уже определены группы риска, подлежащие вакцинации, сообщает корреспондент Хабар-24. Это лица с хроническими заболеваниями старше 60 лет, медицинские работники и педагоги. Вакцинировать по республике планируют почти 3 миллиона человек. Также ведомцы пообещали, что будет снижена стоимость ПЦР-тестирования. Предполагается, цена на них опустится почти на четверть. Таким образом, исследование обойдётся в 8 900 тенге. Впрочем, конкретных сроков, когда именно это произойдёт, в Минздраве пока не озвучили. Колыбельная матери. В Алматы вышел в свет новый альбом певицы и композитора Шабы Аденкул. Презентация сингла состоялась на творческом вечере молодой исполнительницы. Подробности из материалов сюжета. Певица, композитор и профессиональный музыкант Шаба Аденкул известна далеко за пределами Казахстана. Особенность её творчества – возрождение забытых мотивов народных песен. Молодая женщина одна из первых, кто начал кропотливую и серьёзную работу в области музыкальной этнографии. В её репертуаре как казахские, так и китайские народные песни. Часть репертуара моего альбома – песни казахов джетисусского края. Есть в нём песни как собственного сочинения, так и народных композиторов. Я бы хотела, чтобы дети и взрослые полюбили национальные казахские песни, как люблю их я. Для певца нет более высокой награды, чем признание народа. Уроженка Китайской народной республики «Шаба-один-кул» пошла по стопам своих соотечественниц Майры Мухаммед Кызо и Шуглы Сапаркали Кызо. Именно в Казахстане началась новая страница творческой жизни талантливой певицы. «Шаба – одна из тех, кто вносит большой вклад в возрождение национального песенного творчества казахов. Я думаю, что эту талантливую певицу можно смело поставить в один ряд вместе с такими именитыми личностями, как Данеш Ракишев и Кенен Азербаев». Альбомы «Шабы-один-кул» расходятся большими тиражами по всему миру. Среди ценителей казахской народной музыки есть и казахстанские деятели культуры, кто также проявляет большой интерес к творчеству шабы. «Неповторимые вокальные данные шабы приковывают внимание зрителя, заставляют с головой окунуться в народные песни казахов. И в этом особенность её творчества». Известная своими лирическими композициями «Шаба-один-кул» автор более 50 песен. Несмотря на молодость, «Шаба-один-кул» продолжает покорять сердца любителей национальных песен казахского народа. Специалисты «Гринпис» и «Камчат-НИРО» в присутствии сотрудников Следственного комитета приступили к обследованию дна Авачинской бухты с помощью беспилотного подводного аппарата. Сначала обследовали пляжи, где ранее были обнаружены мертвые придонные организмы и животные. Морские звезды, морские ежи, мидии и актинии. На дне зафиксировано много мертвых полихет – многощетинковых червей, которые обитают в донном грунте. Это и является свидетельством массового отравления, отмечают специалисты. На этой неделе еще на двух участках прибрежных вод Камчатки произошла массовая гибель гидробионтов. Такое явление наблюдается на участке шириной примерно 50 метров. Ученые исключили версию химического загрязнения океана на Камчатке. Они считают, что причины гибели морских организмов и животных стало природное явление – вредоносное цветение воды. За 3 миллиона евро продан скелет Алла Завра, выставленный на торги в Париже. Это вдвое выше предварительных оценок лота, которые представил аукционный дом Друо. Возраст костей более 150 миллионов лет. Скелет высотой более 3 метров и длиной около 10 сохранился примерно на 70%. Имя покупателя окаменелых останков одного из самых крупных хищников известных науки не раскрывается. Эксперты антиквары отмечают, что в последнее время динозавры пользуются все большей популярностью. Об этом может свидетельствовать рекорд, поставленный на прошлой неделе на аукционе Кристис в Нью-Йорке. В ходе телефонных торгов почти на 32 миллиона долларов был продан тираннозавр по прозвищу Стэн, который хранился в частном институте геологических исследований «Блэк Хиллс» в Южной Дакоте. Если никто не приходит тебе на помощь, надо уметь дать отпор. Эта идея легла в основу проекта ассоциации «Вперед девчонки», которая организовала в Страсбурге курсы защиты от агрессии на улицах. После серии нашумевших нападений на женщин активисты пригласили специалистов по боевым искусствам, чтобы те научили жительниц Страсбурга простым приемам самозащиты. На курсы приходят в том числе и те, кто уже пострадал от насилия. Глава ассоциации «Вперед девчонки» и ВЭД «Палатина» отмечает, что это вынужденная мера в изменившихся реалиях. Мы часто видим, что очевидцы, прохожие, просто не вмешиваются. Такого раньше не было. В этих условиях, по словам активистки, работа с жертвами агрессии выходит на первый план. В Талдыкургане стартовал совместный учебно-тренировочный сбор по казак-куресе. В одном зале тренируются областные борцы и спортсмены из Шимкента. Главная цель комплексных тренировок – достичь пиковой формы и на 100% подготовиться к грядущему чемпионату Казахстана. К слову, первенство планируется провести в столице в конце года. Тренеры заверяют, что такие совместные тренировки дают Палуанам большую мотивацию повысить мастерство в конкурентной среде. Кроме того, это еще одна возможность обмена опытом. Во время строгого локдауна спортсмены поддерживали физическую форму. Сейчас еще предстоит много работы над техникой. Тренировки ведутся как с юниорами, так и со взрослой командой. Сейчас нам важно, чтобы спортсмены достигли прежней физической формы, так как перед ними стоит цель победить на чемпионате Казахстана в общекомандном зачете. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok